Я всех приветствую, давно не виделись в таком формате. Поглядя на ваш актив, и, быть может, я вернусь к нему на регулярной основе. Сегодня я хочу поговорить о том, как именно я пользуюсь расширением CSGO Cloud Checker. Все ссылки, конечно же, я оставлю в описании, пользуйтесь. Итак, после его установки я не спешу идти сам Steam, я захожу на Вики КС Мани, и во вкладке Другое выбираю редкие паттерны. Дальше я, получается, вижу здесь все, что может быть редким в плане паттернов, от закалок до различных градиентов, и мой выбор пал на коллаж закалку, я выбрал качество немного поношенное. Как вы видите, Мани позволяет в различных фазах посмотреть, какие паттерны являются самыми ценными, и с этой информацией мы идем с вами на Steam и вбиваем появившееся окно поиска расширения данного обозначения. А конкретно SEED 2 раза равно. Интересный нам паттерн. Например, здесь есть интересный паттерн, ну, допустим, да, 289. Он, конечно, не интересный, но просто для примера, чтобы было наглядно. Нужно добавить вид. Как видите, он посвятился зеленым светом данный предмет, ответно, он нам может быть интересен. А далее мы уже изучаем на рынке, стоит ли его брать или нет. Или мы, если уже заведомо знаем об этом, спокойно его покупаем. Также здесь можно делать скрешет. Сейчас, в теории, это все должно загрузиться, но это если вдруг кому необходимо. Таким образом можно, кстати говоря, искать и различные флоуты. Как видите, скрешет загрузился. Здесь, кстати, под значком можно смотреть, какие можно отбивать данные. Это позволяет нам искать, что и что. И, как вы видите, здесь функционал намного выше, чем то, что я вам сейчас рассказываю. А конкретно там про флоуты, про паттерны и так далее. Например, нас интересует поиск хороших флоутов, да. Пишем флоут. И, допустим, нас интересует флоут выше. Опять же, давайте посмотрим, какие здесь есть флоуты. Ну вот, 96 флоут есть, да. 0,96 пишем 0. Пускай будет 97. Добавляем его в поиск. Можно сделать сотировку по флоутам. Выбрать достаточки, но. Но еще просто не забывать это, что иногда расширение конфликтует друг с другом. То есть, есть расширение еще другие. PSGO трейдером, например, и так далее. У каждого свои. В принципе, я о них тоже могу отдельно потом рассказать. Но мы сейчас конкретно говорим о расширении PSGO флоута маркетчеки. Делаем, например, кнопочкой сортировка получается по флоуту. И, как видим, самый лучший флоут у нас оказались первыми, и они как раз-таки у нас подсвечены зеленым цветом. Можно это, кстати говоря, вот эти все флоуты проецировать на все предметы на стиме через кнопочку global. Можно, получается, софет и удалить, который вам не интересен. И, таким образом, вы существенно обречаете себе поиск по предметам на рынке стима по тем или иным параметрам, которые вам интересны. Зачастую, конечно же, люди это используют для различных флоутов. Паттернами работают не так много людей. Но, как вы видите, на паттернах есть золотая жила. И если вам получится обогнать бота или тех людей, которые в этом более прокачены, чем вы, то вы можете на этом неплохо так профитнуть. Но тут все зависит, опять же, от вас. Кстати говоря, что касается, получается, клаша, его также можно искать на бафе. Баф сейчас предлагает как раз-таки очень много предложений по различным предметам, по различным паттернам, по различным флотам и так далее. Потому что на этом рынке сидит очень много людей. И 90% из них это ребята из Китая. Поэтому тут достаточно активно ведется жизнедеятельность, скажем так. И очень много предложений имеется. То есть можно выбрать, например, tier 4, да. Но здесь это подначается tier 4, например, закалка. Это самый плохой вариант. Можно выбрать, также получается, tier 1. И тут, кстати говоря, также подначено, да. Вот, получается, цены, получается, паттерны. Бывает, крестмани какие-то паттерны не учтет, а бывает, наоборот, крестмани есть какие-то ценные паттерны, а здесь они отсутствуют. Поэтому тут тоже можно также взять на вооружение то, что кроме википсмани, можно самые ценные паттерны искать и на баффе. И, например, выберем, получается, tier 1, да, паттерны. И, как мы видим, сам коллаж стоит десятку на стиме, а паттерны первого тира у нас стоят от 90 тысяч рублей, получается, и дороже на баффе. Соответственно, мы с вами понимаем то, что за такой паттерн переплата идет 10 раз, а то и бывает и выше, особенно на факторе new и так далее, калашах. К тому же, я думаю, вы все наслышаны о различных дорогих продажах на рынке, получается, кайски, и их не обошли стороной как раз-таки калаши закалки. Кстати говоря, с помощью этого расширения можно также легко искать различные фазы, например, на тех же новых клока. Нам просто будет достаточно написать фаза, в два раза равно, и номер фазы, который вас интересует, например, номер три. Далее, номер третий, как и во флоутах и в паттернах, также выделяется зеленым светом, благодаря чему можно сразу же увидеть необходимый для покупки в амиске. Мы это можем также глянуть, получается, на вики кс мани, там тоже есть глакеи и амброды добавлены, и в различных фазах тоже они присутствуют, получается. Также мы можем на бафе, как вы знаете, подглядеть на конкурентов. Например, фаза 4 оценивается в два раза дороже, чем фаза 1, 2, 3. И получается фаза изумруд оценивается на 15 тысяч рублей и выше. То есть в 15 раз дороже от Дефа, как минимум, по тому же бафу. То есть, как вы видите, цена 1000 ступ. Выбираем фазу 4. На конкурентов ближайших 2000 рублей. Кстати, можно глянуть спокойно на продажи последние по той или иной фазе. Если вам оно хочется и нужно убедиться в том, что действительно такие продажи происходят в той или иной фазе, то просто заходите в трейд-рекорды. И чекайте цены на них продажи этого глока. Например, той или иной фазы. Ну, а на этом у меня теперь и вправду все. Надеюсь, видео было полезным. Раз, лайк и подписка, как всегда. Если захотите больше подобного, то оставляйте об этом в свои комментарии. Ну а я желаю вам всем хорошего апреля. Субтитры сделал DimaTorzok